Добрый день! Меня зовут Ростовцева Ирина Марьяновна. Сегодня я ваш экскурсовод. Я проведу экскурсию по храму вокруг храма, который называют храм Иоанна Богослова. Очень интересная история этого храма. Первоначально деревянная церковь была заменена чанием прихожан новой, также деревянной, которая подостояла до 1875 года. В 1875 году построили вот эту вот каменную церковь, которая до сих пор радует нас. Чем знаменита эта церковь? В 30-е годы, годы богоборчества, церковь была закрыта. И с тех времен, несмотря на то, что в основном храмы использованы были как зернохранилища, как клубы, этот храм, он сохранил свое первоначальное значение. То есть его не посещали прихожане, здесь не было службы, но он стоял. К сожалению, сейчас он находится в разрушенном состоянии. В полных проемах сохранились до сих пор старые полные решетки, а в некоторых даже есть еще старые деревянные рамы. Несмотря на то, что центральный купол храма обрушился, нет кровли над трапезной частью, в храме хорошо сохранились росписи, фрески. Их довольно много, и они хорошо различимы. Там есть фрески святой великомучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Также хорошо сохранились в храме изображения святых евангелистов на сводах центрального купола. Фрески даже не потеряли свой цвет. Уже в 1869 году приход состоял из 265 душ мужского пола и 272 женского пола. То есть здесь жило достаточно большое количество народу. Помимо этого, при церкви была церковно-приходская школа. И что самое удивительное, что здесь даже было общество, которому состояли 24 человека. Общество называлось «Общество трезвости». Есть еще одна интересная информация, что в 1911 году вот здесь, в дереве Крутчика Усминского уезда, находилась лесная монастырская дача Усминского Софийского женского монастыря. И в советские годы я еще дополнение сделаю. Здесь я сказала, что не было, конечно, ни зернохранилища, ничего, но рядышком стоял дом священника, где проживал священник. В период, когда еще церковь функционировала. Так вот, в этом домике была изба-читальня, а чуть позже там сделали что-то импровизированного клуба, где показывали советские фильмы молодежи. Но все это было в прошлом, буквально до 90-х годов, и все это пришло, к сожалению, в упадок. В настоящее время Волгачином Олегом Барахиным и главой администрации подубрского сельсовета Кондрашкина Малисей Юрьевичем и с помощью прихожара началось восстановление. Посмотрите, сколько, какие большие уже работы проведены. Здесь планируется восстановить полностью храм. Снаружи, внутри, уже леса поставлены, уже купол скоро начнут восстановить. И рядышком с храмом здание полуразрушенное планируется там делать купели. И мы надеемся, что скоро к нам приедут люди и их будет радовать вид нашего храма, службы. И ждем вас всех к нам в гости. Всего вам хорошего, мира и благоденствия.